Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Ну что ж, вчера в центре нашего внимания находилось заседание Европейского центрального банка. Мы к нему готовились всю неделю, пытались предположить, какой сценарий будет наиболее вероятным в плане отработки, как все это повлияет на курс евро. Также в качестве десерта дня у нас еще было и выступление Паула, который должен был бы уточнить перспективу американской денежно-кредитной политики. Забегая вперед, хочу сказать, что уточнил, конечно же. Но, правда, реакция доллара, которая могла бы быть иной, и мы, по идее, могли бы наблюдать за индексом американской валюты снова в районе 110 пунктов, это пока что только лишь ожидание. Индекс доллара скорректировался, дал коррекцию, но мне кажется, я почти в этом уверен, что этот коррекционный откат носит исключительно техническую природу. Конечно же, была еще одна новость, которая омрачила рыночное настроение, это смерть Елизаветы II. Единственное, что можно в каком-то, прошу прощения даже за слово, позитивном ключе связать с такого рода трагическим событием, это то, что оно не спровоцировало панику на финансовых рынках и не стало своего рода подобием очередного черного лебедя. То есть, фондовый рынок Англии был закрыт на определенный промежуток времени. Причем, динамика британской валюты, если соотнести это событие с масштабами движения, которые последовали в моменте, конечно же, подчеркивает тот факт, что рынок пока думает совершенно о другом. И на нем и без того хватает форс-мажорных обстоятельств, каких-то неожиданных событий, которые и так держат все площадки в напряжении. Сегодня я не буду касаться британской валюты как таковой, потому что, в принципе, мы по фунту ранее уже сделали очень хороший профитный ориентир, добрались до цели 1.15 и позволили себе немного отдохнуть, как бы держась особняком от этого инструмента и делая больше акцент на привычные для нас активы, где еще цели не достигнуты. К повестке экономического календаря. Сегодня, друзья, в 12.30 по GMT будут опубликованы данные по рынку труда Канады. Напомню, что на этой неделе мы держим в арсенале еще идею по покупке канадского доллара и, соответственно, по продаже пары доллар-канаде. С текущей котировки 1.3027. Цель у нас была 1.30. Я допускаю, что, ну, раз уж вчера мы не сделали цель 1.30, сегодня по факту публикации отчета по рынку труда может быть еще один импульсный рывок канадского доллара, еще один виток повышенного спроса на него, что может привести пару уже к отметке 1.2950. Тем более, что индекс доллара пока пропустил вперед рисковый инструмент и не очень хочет им сопротивляться. Полагаю, что под конец торговой сессии особо ситуация не изменится, друзья. Поэтому давайте использовать вот это временное затишье по доллару для того, чтобы заработать на канадской валюте. Прямо на отметке 1.2950 можно забросить уровень тейк-профита. Если не хотите испытывать судьбу, то можно оставить уровень тейк-профита на прежней отметке 1.30. Также сегодня состоится заседание Совета Министров Европейского Союза и, ранее говорил, обсуждать будут энергетический кризис. Что делать, как быть в условиях ограниченных или, скажем, даже полностью прекратившихся поставок отдельных видов углеводородов в страны Европейского Союза из России. Тема очень болезненная, поэтому здесь нужно тоже просто быть реалистом. Какого-то чудотворного средства они не придумают. Что-то, что решило бы все проблемы, такого решения просто нет, друзья. Поэтому будут говорить о мерах обязательной экономии, возможно, даже принудительной экономии, которые будут распространяться на все домохозяйства в предстоящий осенний-зимний сезон, возможно, даже начнется прям уже совсем скоро. Новые меры экономической поддержки – это хорошая штука, конечно же, но слишком много денег было потрачено во время ковида, поэтому сейчас каждый пакет финансовой помощи, он сквозь, как бы скрипя зубами, будет согласовываться. И я думаю, что в конечном счете объемы этих траншей финансовой помощи будут совершенно незначительными, чтобы удовлетворить потребности всех европейских домохозяйств и помочь им справиться с теми трудностями, которые грядут с учетом продолжающегося просто тарифов. Поэтому какое решение мы бы сегодня не услышали, скорее всего, оно будет с нотками такими мрачными, пессимистичными о том, что нужно экономить, нужно стараться добиться эффекты снижения энергопотребления и так далее, поскольку инфляция будет расти и потребителям, домохозяйствам нужно готовиться к тому, что повышение тарифов – это будет неизбежным явлением предстоящего месяца. Я думаю, что эта новость как раз может негативно сказаться на динамике европейской валюты. Сейчас, кстати, евро-доллар котируется на отметке 1,0080. Мы как раз ожидали, что первая реакция на итоги заседания Европейского центрального банка может быть рост. В принципе, оказались правы. Цели, не цели, а ориентиры, опять же, вот этого локального восстановления были на отметке 1,01. Мы туда, в принципе, и пришли. И вот сейчас как раз, друзья, я вновь призываю всех вас, кто ранее мешкал, медлил, рассмотреть возможность открытия коротких позиций. Потому что как бы сейчас хорошо не чувствовала себя европейская валюта, в принципе, вы должны понимать, что вот этот энтузиазм, он исключительно временный. Потому что общий фундаментальный фон, а это угроза рецессии, снижение платежеспособности европейского населения, беспрецедентная инфляция, энергетический кризис, который усиливается с каждой недели, это фон, на котором расти невозможно. Поэтому после локальной проторговки, возможно, уже прям, либо под конец даже текущей торговой сессии, либо уже на следующей неделе, мы с вероятностью 100% вернемся к развитию нисходящей динамики. Вот к этому мы должны быть готовыми. По поводу решения ЕЦБ. Ставку повысили на 75 байсинг-пунктов. Это еще одно доказательство того, что ЕЦБ тоже пытается противостоять высокой инфляции. Кстати, во время выступления Лагард она отметила, что на данный момент инфляция уже выросла вот в августе до 9,5%. Мы это и так знали, хотя я думаю, что немного она слукавила, и можно уже говорить про инфляцию выше 10%. То есть высокая инфляция – это еще один фактор постепенного сползания ЕС в рецессию, что будет негативно сказываться и влиять на европейскую валюту впоследствии. По другим финансовым активам индекс доллара 108,80. Здесь стоит перечислить просто заявление представителей американского регулятора накануне, который был сделан. Это заявление главы ФРБ Кливленда Лоретта Мейстера о том, что пиковые значения по инфляции в США еще впереди. Комментарий Лаль Брейнард о том, что Федрезеру необходимо в кратчайшие сроки до конца года ставку вернуть в район нейтральных значений, а это примерно 4%. Мы это и без того знали. Эванс, кстати, тоже, Чарльз Эванс повторил эту оценку, что нужно повышать ставку активно и в ноябре, и в декабре. Goldman Sachs теперь ожидает, что ставку еще в ноябре повысит, друзья, на 75 базисных пунктов, а в декабре на 50 базисных пунктов. То есть это ожидания, которые пересмотрены в два раза. Они ориентировались ранее, еще две недели назад, на 50 в ноябре и 25 базисных пунктов в декабре. В любом случае, если просто наложить эти прогнозы на то, что сейчас происходит с траекторией процентной ставки, она действительно будет отправлена в район 4%. И на этом фоне индекс доллара продолжит чувствовать себя неплохо. Паул повторил, что ФРС следит за ценовой стабильностью, остается привержен жесткому курсу монетарной политики. И логическим завершением всего этого стала переоценка по нашему инструменту, за которым мы следим, от Чикагской биржи FedWatch, переоценка вероятности повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании в сентябре. Так вот, эта вероятность сейчас составляет уже 87%. На следующей неделе выйдут данные по инфляции, и в случае роста индекса потребительских цен либо основного значения, либо базовой инфляции, мы уже будем готовиться чуть ли не со 100% вероятности к тому, что американский регулятор активно повысит процентную ставку. Поэтому по индексу доллара остается прежний лонг, от него не отказываемся. Золото 1720 долларов за тройскую унцию на фоне того, что повышение доллара приведет к росту доходности американских облигаций, с которыми золото и рынок драгоценных металлов сейчас не в силах конкурировать. Я думаю, что мы увидим еще до обои уровня 1700 и движение ниже. А американский фондовый рынок, цель 3800 тоже никуда не делась, друзья, просто немножко нужно потерпеть, пока на рынок не вернутся спекуляции на тему дальнейшего ужесточения американской монетарной политики. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!